Экономические и социальные проекты, привлечение инвестиций, Беларусь и Европейский банк, реконструкция и развитие продолжают сотрудничество. Альтернативные пути для нефти Литва предлагает наладить регулярные поставки углеводородов в Беларусь через свою инфраструктуру. Впервые в Беларуси гомельские нейрохирурги напечатали фрагмент позвоночника на 3D принтере и провели сложнейшую операцию. И купить билет в один клик. Инновационную систему оплаты проезда в общественном транспорте запустили в Борисове. В эфире программа события в студии Полина Шуба. Здравствуйте. Беларусь и Россия договорились о ценах на газ и нефть. Теперь черное золото будем получать по мировой цене, как того Минской хотел, без премии российским компаниям. А вот голубое топливо по тарифам прошлого года. Подробности сделки у нашего экономического обозревателя Алексея Волкова. Переговоры президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи в общей сложности длились 8 часов. Можно сказать, 4 периода. Встреча один на один, расширенное заседание, хоккей и снова расширенное. На таких встречах нюансы и основные детали вне поля зрения СМИ. Но главное мы узнали. Это, конечно, о нефти и газе для нашей страны. Для Беларуси гадания на нефтяной гуще, в общем-то, закончились. И нет, это не значит, что завтра на НПЗ полются реки черного золота. Главное, договорились о механизме закупки. То есть, есть компания, готовая поставлять нам нефть. Заключаем договор. Только язык экономики. Российская сторона согласилась, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями, по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, вот этого же в течение всех переговоров неоднократно требовал наш президент и белорусская сторона. В Беларуси не нужно никаких специальных, эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже. Российский президент Владимир Владимирович Путин согласился с этим подходом. Более того, он пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями, чтобы условия поставки нефти на белорусские МПЗ были вот именно на вот таких условиях, о которых я сказал выше. Владимир Владимирович Путин назначил ответственного по работе с Белоруссией на нефтяном рынке. Это Козак Дмитрий Николаевич, нынешний заместитель главы администрации президента. И в данном контексте мировая цена – это хорошо. Ведь не будем платить условную комиссию российским компаниям. А это 10% от стоимости. По газу куда проще и понятнее. 127 долларов за тысячу кубометров. Ценник прошлого года. Без скидок, но и без надбавок. И судя вот по таким договоренностям, рыночным традиционные переговоры Минска и Москвы могут обходиться без энергозатратной темы энергоресурсов. Поговорим об экономике страны под другим углом, а именно про инвестиции. Примерно 3 миллиарда евро за время сотрудничества. Объем вливания Европейского банка реконструкции и развития в Беларусь. Алексей, куда совместные проекты приведут дальше? Прошлый год – это 24 проекта вместе с этим крупным инвестором. Починили 12 мостов, восстановили несколько дорог. Это, кстати, отдельная тема. Основной вектор работы с ЕБРР – социальные проекты. Есть еще и программа по очистке воды, озеленению. Более того, нынешний год в чем-то переломный. У банка в Минске новый представитель Марина Петров, молдаванка. До этого жила в Киеве. Сам же финансовый институт готовится еще к нескольким сделкам с нами. За время нашего сотрудничества количество представителей банка в Минске увеличилось в два раза, и мы работаем по самому широкому спектру вопросов. Мы и дальше будем помогать белорусской экономике привлекать новых инвесторов. У нас с президентом состоялась очень хорошая беседа. Мы обсудили и приобретение доли в Белинвестбанке нашим банкам, что послужит хорошим сигналом для привлечения капитала в Беларусь. Вот глава ЕБРР Сума Чакробарти действительно многое сделал для Беларуси. Забавно, что в должность он вступил в 12-м году 3 июля. Дата большая. А уже в этом году кавалер ордена Британской империи покидает пост, но обещал, что где бы он ни работал, хочет иметь дела с Беларусью. Приятно. От международных инвесторов, людей молчаливых такое услышать – большая редкость. Литва предлагает Беларуси сотрудничество. Речь идет об использовании порта Клайпеды для поставок нефти. Уже, кстати, опробовали. Туда танкерам доставлена нефть из Норвегии. Алексей, а о чем еще договорились во время визита главы МИД Литвы в Беларусь? Поговорили – уже победа. А если серьезно, то отношения медленно, но верно начинают подогреваться после холодной пятилетки. Это не чудо, просто деньги и никакой политики. Да, порты Литвы и так используются активно белорусскими компаниями, но нефть – иной сорт товара. И заработок от него тоже иной. Для соседей это выгодно. А вот Линас Линкевичус даже предложил газ перегонять через Литву. Мы готовы продолжать эту практику поставок нефти, альтернативных поставок, которые некоторые уже такие пилотные проекты проходили, но мы можем обсуждать более постоянный процесс. Мы должны рассмотреть технические решения, возможности и альтернативных поставок газа. Выгода и желание Литвы – стандартный язык капитализма. Выгодно – значит дружно. И Беларуси полезно. Альтернатива поставок, заработка или сопутствующая выгода. Почему нет? Предлагает Вильнюс и помощь, правда, экспертную для вступления нашей страны в ВТО. Это и многое другое обсудим в той же Клайпеде во время совместного экономического форума. Белорусские разработки могут задействовать в немецком автопроме. Наши технологии и приборостроения заинтересовали партнеров из Германии. Алексей, а что можем предложить тем, у кого, казалось бы, все есть? Точные компоненты. Вот так немного завуалировано называются микросхемы, платы, оптические элементы. Все это мы продаем на множество рынков более чем успешно. И вот, обратите внимание, сделаем и для Германии. Мы можем быть конкурентоспособны на мировой арене. Наша задача найти серьезных партнеров, найти способы продвинуть эту область, поскольку приборостроение – это один из секторов, который будет развиваться в ближайшие десятилетия максимально быстрыми темпами. Германия – один из ключевых внешнеторговых партнеров Беларуси. В последние годы темпы сотрудничества наращиваются. Средний товарооборот между странами уверенно держится на уровне 3 миллиардов долларов. Сумма, конечно, хорошая, а если подумать о возможностях, то ведь, правда, можно и заметно больше. Держим кулачки и желаем успехов нашим предприятиям в покорении пятой мировой экономики. Спасибо, обзор подготовил Алексей Волков. Больше новостей из сферы экономики и не только на сайте нашего телеканала беларусь24.by. С развитием современных технологий меняется и рынок труда. Роботы уже сейчас активно помогают человеку в самых разных сферах. Да и демографические процессы диктуют свои условия. Наметилась противоречивая картина. Занятость снижается, число вакансий увеличивается. Что сегодня происходит на рынке труда Беларуси, какие профессии самые востребованные, и как быть конкурентоспособным, мы об этом не только поговорим с Ольгой Натачаевой, руководителем исследовательских и коммуникационных проектов консалтинговой группы. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу расскажите о состоянии рынка труда в Беларуси. На данный момент структура спроса и предложения, зарплаты. Можно говорить о том, что в 2019 году состояние рынка труда было стабильное, без существенных потрясений в виде массовых сокращений, сокращений рабочего времени. Поэтому мы можем говорить, что по данным национальных статистических комитетов средний уровень безработицы держится на минимально низком уровне, 0,3%. Если считать этот коэффициент по международным стандартам, то это 4,8%, что в принципе соответствует мировым нормам безработицы в любой стране. Если мы говорим про динамику вакансий в 2019 году, то по данным коммерческих открытых источников, в принципе прирост к марту 2019 года составил всего 1%, к октябрю 2018 года 2%, плюс 2%. Это говорит о том, что динамика есть, она крайне низкая по сравнению с 2018 годом, где прирост по количеству вакансий был плюс 15%. Мы говорим о том, что по данным нашего исследования, которое мы проводим дважды в год, по состоянию на ноябре 2019 года, 59% компаний сообщили о том, что они нанимали персонал, и где-то в среднем численность компаний увеличилась на 12%, 21% оставался в неизменном формате, и 20% сообщили о том, что они сокращали персонал, а в среднем она на 8%. Что касается того, кто же попал в какую категорию, мы говорим о том, что компании нанимали в основном производственный персонал и расширяли отделы продаж, в меньшей степени изменения численности коснулись руководителей высшего звена и среднего звена. Также компании нанимали, а где-то сокращали административный персонал. Если мы говорим про планы компании на 2020 год, то здесь 38% компаний сообщили о том, что они и в 2020 планируют расширять штат, опять же, в категориях производственного персонала и отдела продаж, и 43% сообщили о том, что компании останутся в неизменном формате, и есть число компаний, их немного, которые, в принципе, рассматривают то, что их организационная структура поменяется, и штат немного сократится. А на сегодня какие самые востребованные специалисты, и кому усложнее найти работу на данный момент? Здесь нужно говорить о, в принципе, ситуации в стране и в коммерческом секторе. Если мы говорим про ситуацию в стране, то самыми востребованными специалистами, конечно же, являются медики, рабочий персонал, педагоги. Если мы говорим про коммерческие структуры, то уже много лет первое место занимает позиция специалиста по продажам как в розничном, так и в оптовых секторах, специалисты по работе с клиентами. На втором месте, конечно же, это IT-специалисты, и мы здесь говорим о том, что это, как правило, опытные IT-специалисты. На третьем месте это производственный рабочий персонал, строительство, и в категорию востребованных также попадают специалисты по маркетингу и продвижению. Если мы говорим про те категории, которым сложнее всего найти работу, это, как правило, молодые специалисты, и на то есть свои причины. Это, как правило, специалисты возрастной категории 50+. Также это специалисты, которые хотели бы найти себя в государственном секторе, это специалисты, которые имеют профессию юриста, стремятся попасть в высший менеджмент, всего такого уровня. Вот если учитывать, что наблюдается дефицит работников, наниматели вообще готовы рассматривать специалистов 50+, и пенсионеров на вакантные позиции? Готовы, но неохотно. Неохотно. Да. И если мы говорим про категорию, так скажем, предпенсионного возраста 50+, и категорию пенсионного возраста, то вторым скорее проще найти работу, так как они уже имеют какой-то стабильный источник дохода, и скорее ищут себе дополнительный источник дохода, и для них в меньшей степени важны их профессиональные обязанности, условия работы, графика. Если мы говорим про специалистов в категории 50+, то здесь, конечно, если это категории, скажем так, медиков, преподавателей, педагогов, в основном это бюджетная сфера, если это производственный персонал, то срок поиска работы, конечно же, сокращается. Если мы говорим про иные категории и коммерческий сектор, то здесь срок поиска работы может быть достаточно длительным, потому что для них имеет значение и тот уровень дохода, и та профессиональная сфера, которая им интересна, а также условия работы, профессиональные обязанности и все, что с этим связано. Ольга, а вот иностранцы приезжают в Беларусь на работу? Если да, то какие сферы наиболее востребованы среди них? Согласно последним данным и последним исследованиям, в основном это специалисты сферы IT, для которых наши белорусские IT-компании прилагают очень выгодные пакеты по релокации сюда. Если мы говорим про иных специалистов, то из-за рубежа их приглашают в двух случаях. В случае, если у нас на рынке нет такого узкого специалиста в какой-то сфере, например, в производственной, либо если компания планирует выходить на международные рынки, им необходимо понимать, какая специфика работы на этих рынках и что необходимо сделать для того, чтобы там быть успешными. Но не могу сказать, что экспаты у нас очень популярны, это скорее редкий случай. Более того, в международных компаниях, где традиционно глава компании – это экспаты из головного офиса либо других офисов, как правило, здесь тоже редкость. И во главе наших белорусских компаний тоже стоят наши белорусские руководители. Ольга, на ваш взгляд, что будет происходить с рынком труда в будущем? Как он будет меняться? На самом деле, интересный вопрос, потому что я всегда говорю о том, что будущее уже наступило. И мы уже каждый день живем в век технологических изменений. И основное отличие нашего времени, например, от начала 20 века, когда тоже был технологический бум, в том, что технологии очень быстро и существенно меняют все сферы нашей жизни. И такие процессы, как автоматизация, роботизация – это уже не будущее, это уже настоящее. И здесь мы можем говорить о том, что в основном компании задумываются об роботизации либо автоматизации. В нашем случае это одно и то же. Это автоматизация каких-то процессов работы, в которых либо участвует человек, либо нет. И делают это они с целью повышения четкости и точности операции, сокращения рабочего времени. Либо, что тоже очень замечательно, если персонал работает во вредных условиях, то, соответственно, выведение его из этих вредных условий. Если мы говорим про то, как это влияет на рынок труда и про хайповую тему о том, что профессии умирают, мое мнение, что это далеко не так. Профессии не умирают, устаревают некие функции, которые характерны для этих профессий. И сейчас мировые эксперты говорят о том, что в будущем скорее не будет должностных функций, будут должностные обязанности. И поэтому специалисты должны будут все время развиваться для того, чтобы их выполнять. Спасибо, Ольга, за интересную и содержательную беседу. И напомню, на вопросы программы ответила Ольга Натачаева, руководитель исследовательских и коммуникационных проектов консалтинговой группы. Ну а далее в программе события. Новый способ лечения грыж в Гомельской областной больнице, инновационные технологии оплаты проезда в общественном транспорте и музей деревянных ложек в Березино. Вернемся в студию через несколько минут. Это программа события на Беларуси 24. И мы продолжаем. Новый способ лечения грыж внедрили в Гомельской областной больнице. Нейрохирурги напечатали человеческий позвоночник на 3D-принтере и провели сложнейшую операцию. Подробности знает наш обозреватель Юлия Гризунд. Юлия, кто стал первым пациентом? Первым пациентом стал мужчина пенсионного возраста. 10 лет назад у него была серьезная травма шейного позвонка. Со временем возникла деформация из давления спинного мозга. Малейшая неточность во время операции могла привести к летальному исходу. Однако современные технологии позволили четко спланировать ход вмешательства, и оно прошло успешно. Пластмассовая модель полностью повторила позвоночник пациента. К слову, на создание такой модели ушли сутки. Это обезопасило пациента, потому что во время операции мы могли сверяться со своей 3D-моделью и точно знать, где мы находимся, где находятся важные структуры, которые необходимо обезопасить от нашей работы, не повредить. И мы могли посчитать, какой объем костной ткани необходимым было во время операции удалить для того, чтобы освободить его спинную мозг. Практика 3D-принтинга органов широко распространена во всем мире. Развивают направление и в нашей стране. Так в Минске для планирования операции распечатывают человеческое сердце. То есть перед тем, как оперировать в настоящее, изучают его 3D-копию. Гомельчане же стали первыми, кто сделал это с позвоночником. В следующем месяце их успешный опыт представят на международной конференции. Высокие технологии используют и белорусские транспортники. В Борисове внедрили инновационную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Как это работает? Город стал первым, где можно оплатить проезд в автобусах с помощью QR-кода через мобильное приложение. Сам код размещен в салоне транспорта. После оплаты на экране телефона появляется электронный билет. С середины февраля в Борисове начнут тестировать и оплату проезда в автобусах через любую банковскую карту. Пока это работает только с картами одного банка. Проходит оплата через банковскую карту, через установленные аппараты, так скажем, в автобусе. И в 0,3 секунды времени деньги зачисляются на счет за оплату проезда. И опять же кондуктор может в любую секунду проверить. Опять же бейдж такой специально дается с чипом. Такой опыт планируют распространить и в других городах центрального региона. Кстати, в этом году автопарки Минской области пополнят более 90 новых автобусов производства Минского автозавода. Первых пять уже прибыли в Солигорск. Обычные деревянные ложки изготавливают в Березино. Чем уникальны эти изделия? Они сделаны из березы, дуба, липы, яблони и даже волчьей ягоды. Каждая ложка отличается не только материалом, формой, но и техникой изготовления. Обрядовые, повседневные, сувенирные, всего в фондах районного центра ремесел около 300 экспонатов. Коллекция столовых приборов обычно пополняется раз в два года после конкурса «Березинские ложкари». Однако многие экспонаты в качестве подарка приносили местные жители и мастера-резчики. Здесь собраны ложки из тех пород деревьев, которые произрастают на нашей березинской земле. В данный момент в коллекции находится 21 ложка. И каждая ложка, она подсказка, из какого дерева вырезала ее резчик. Это листочки, цветы, плоды. И все ложки, они не покрашены, они не тонированы. Ложки уже стали брендом «Березино». Произведениями деревянного искусства интересуются не только в нашей стране, но и за рубежом. Например, недавно коллекция выставлялась в Китае. К слову, в этом году экспозиции столовых приборов исполнится 10 лет. Спасибо, обзор подготовила Юлия Гризунд. Все начинается с любви, озарения и работа, глаза цветов, глаза ребенка. День Святого Валентина или День всех влюбленных – самый романтичный день в году. И хороший повод признаться в любви или красиво напомнить о ней дорогому человеку. Ко дню Святого Валентина в Национальном историческом музее открылась выставка художника Андрея Смоляка – Ольги Андрея Смоляк. История любви в картинах. Всего 31 портрет его супруги Ольги – муза и любимой женщины и менеджера. Художник Андрей Смоляк сегодня гость нашей программы. Андрей, здравствуйте. И сразу вопрос, как родилась идея выставки? И вот на ваш взгляд, все действительно начинается с любви? Ну, во-первых, прежде всего, совершенно с вами согласен. Все начинается с любви. Вообще наша жизнь, существование – все начинается с любви. Согласен. А идея пришла сама собой, потому что 14-го числа – очень всемирный праздник День Святого Валентина. Ну, да. И поэтому, естественно, моя жена прежде всего. Выставка уже работает. Ну, вот вы много лет писали портреты жены, а идея выставки родилась, по сути, только сейчас. Почему сейчас? Потому что я всю жизнь писал. Я могу в любой день, и мог уже 10 лет тому назад сделать подобную выставку, 20 лет тому назад и так далее. То есть я все время пишу свою выдающуюся жену. То есть я пишу себя, естественно, и, естественно, свою любимую женщину. Ну, вот, Андрей, а кого писать сложнее? Свою любимую жену, с которой вы прожили более 40 лет? Или чужую красивую женщину? Ведь вы тоже немало портретов нарисовали. Да, достаточно. Но все равно я рисую самого себя. Так что труднее... То есть в каждом портрете вы... Это я сам, в натюрморте, пейзаже. В любом портрете чужой женщина, не чужой мужчина рисую самого себя. Ну, это все знают, я не открыл каких-то новостей. Ну, да, я читала, что вы еще похожи с женой, вы считаете, поэтому у вас привлекается... А каждый муж похож с женой. Ну, да. Муж и жена одна с... Это... Ну, на боку С. Андрей, вот, а вы довольны реакцией публики на ваши портреты? Вот ожидания от выставки, они оправдываются? Она еще будет продолжаться? Вот уже оправдываются? Вы знаете, все оправдывается, все очень довольны. Особенно женщины очень нравятся. Ничего себе. 35 же, я говорил уже. Нам просто очень нравится. 31 портрет. Это какая-то символичная цифра, 31. Да, ну, красиво. 13, наоборот. Это классно. Ну, да. Уже 31. Тут 31, а уже 35. Работа уже висит. И вчера буквально приехали еще две суперкартины из Таллина, города, где была моя выдающаяся выставка в замке Пфалли. За вашими плечами более 50 персональных выставок. Это и звездный проект «Ожившая картина», и авторская галерея «Эрмитаж», и международные проекты «Искусство. Мост в Европу», «Красные очки», «Карнавал», «Избранная». И т.д. Да, это много, много. И это все она, ваша муза? Все благодаря жене? Да. Судьба. Везешь же дуракам, вот моя любимая пословица. Андрей, вот выставка продлится до 22 февраля. А что дальше? Какие у вас дальше творческие планы? Как вы знаете, наверное, ну вы знаете, правда, сейчас началось мой международный тур, турне. Уже вот сейчас закончилась выставка. Три месяца, которая происходила, являлась в замке Пфалли под Таллином. Это крупнейшая суперплощадка Эстонии, тоже с большим успехом. И сейчас, значит, скандинавские страны, там Швеция, Финляндия. Ну вот, наверное, до Швеции будет, Латвия, Амбрянышком сейчас идет. Ну и так далее, и так далее. Бразилия, вот. Это немножко в другом. Это совершенно в другом. Ну то есть вот мы пока, то есть я не загадываю далеко, пока вот ближайшие планы это осуществить, чтобы хватилось и у меня, и у моей жены, как вы понимаете. Если у нее хватит, то у меня тем более хватит. Так что сейчас я в очень-очень серьезных творческих, даже не исканиях, я же нашел уже всю правду, я уже говорил об этом. Ну просто в свершениях, да, я работаю, работаю, работаю. Мы вам этого и желаем, чтобы все ваши творческие планы реализовывались. И, конечно, неистекаемого вам вдохновения. Спасибо. И дай Бог здоровья. Безусловно, вашей жене и вам. И нашей любимой родины. Да, спасибо, Андрей. Пожалуйста. Напомню, на вопросы программы ответил художник Андрей Смоляк, член Союза художников Беларуси и почетный академик Европейской Академии Искусств. В итоге анализ главных событий этой недели в информационно-аналитической программе АТН «Главный эфир». Все проекты нашего телеканала есть на сайте belarus24.by, а также в социальных сетях. Ну, я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова